Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 26 декабря, вы смотрите обзор самых главных аграрных новостей. В этом выпуске мы расскажем, что стало с ценами на пшеницу и подсолнечник после объявления пошлин, при каком условии государство сможет замораживать цены и какие субсидии получат хлебопеки. Закупочные цены на пшеницу в России резко снизились после объявления планов правительства о введении экспортной пошлины, сообщил аналитический центр агентства «Русагротранс». В европейской части России пшеница подешевела на 1-2 тысячи рублей, в Сибири на 700-900 рублей за тонну. Руководитель центра Игорь Повенский отмечает, что рынок стал малоактивным, торговля практически остановилась и, скорее всего, возобновится только во второй половине января. Снижение цен на внутреннем рынке зафиксировал и Национальный союз зернопроизводителей. Сводку по ценам в разных регионах страны вы видите сейчас на экране. Ну а пока торговля с миром не закрыта, экспортные цены на пшеницу продолжают расти. На прошлой неделе котировки выросли до 260 долларов за тонну. Речь о пшенице с протеном 12,5%. Именно такой уровень цен зафиксировало агентство Савекон. Институт конъюнктуры аграрного рынка отметил, что экспортная цена составляет 257 долларов за тонну. И такие же данные озвучивает агентство Refinitiv. Глава аналитического центра Савекон Андрей Сизов отмечает, что по-прежнему придерживается мнения, что потенциал роста еще не исчерпан. И модели, по которым рассчитывал экспортную цену Савекон, предполагают, что она может вырасти до 270 долларов и выше на условиях ФОП «Черное море». В Новороссийске, по сообщению Русагротранса, пшеница немного подорожала. Закупочная цена на четвертый класс выросла на 350 рублей и сейчас составляет где-то от 16400 до 16700 рублей за тонну. На малой воде цена стабильно составляет 15000 рублей за тонну. Обвал цен наблюдается и на масличном рынке. После того, как Минсельхоз, Минпромторг и крупнейшие переработчики подсолнечника подписали соглашение о снижении цен на подсолнечное масло, внутри России оно, конечно, стало дешеветь. На прошлой неделе цена на масло опустилась на 4500 рублей, сейчас тонна торгуется в среднем по 85000 рублей, отмечает агентство Савекон. Соответственно, стали падать закупочные цены и на подсолнечник. Они также снизились где-то на 4000 рублей. Сейчас маслосемена покупают маслопереработчики по цене примерно 32250 рублей без НДС. Аналогичную тенденцию зафиксировал и портал Oil World. Вы видите сейчас цены на подсолнечник на своих экранах. Как видно из столбцов закупка и продажа, маслопереработчики хотели бы покупать сырье по цене от 30000 рублей за тонну, но за такую цену не готовы продавать подсолнечник сельхозпроизводители. Гендиректор аналитической компании «Про зерно» Владимир Петриченко отмечает, что сейчас маслоперерабатывающие заводы собрали достаточный запас сырья и могут еще некоторое время работать, не докупая подсолнечник. Поэтому закупки приостановились. Комментарии на эту тему Владимир Петриченко дал нашему порталу agrobook.ru и вы сможете посмотреть его полностью, как на нашем канале, так и прочитать на сайте agrobook.ru в спецпроекте «Итоги года». В одном из прошлых выпусков мы подробно говорили о субсидии, которые будут получать мукомолы. На прошлой неделе появилась информация о том, какую господдержку готовит правительство для хлебопека. На прошлой неделе, 17 декабря, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление номер 2140, которое предусматривает компенсацию части затрат производителям хлебобулочных изделий. Рассчитывать на субсидию от правительства смогут предприятия, которые выпускают хлебобулочные изделия с коротким сроком хранения – до 5 суток. Для того, чтобы получить из госбюджета субсидию, они должны заключить с региональными органами власти соглашение о фиксации цен на свою продукцию. Ну и дальше уже по результатам работы получать господдержку. Она составит до 2000 рублей за тонну готовой продукции. На сайте Кабмина сообщается, что небольшие предприятия, которые выпускают в сутки до 15 тонн хлеба, смогут получить до миллиона рублей. Большие же предприятия, у которых мощность 60 тонн продукции в сутки, будут ежемесячно из бюджета компенсировать более 3,5 миллиона рублей. Однако подробные правила предоставления этой поддержки еще не озвучены и, вероятно, первую субсидию предприятия смогут получить только в следующем году. Правительство России хочет расширить свои полномочия в части регулирования цен на продукты. Как вы знаете, сейчас у Кабмина есть право замораживать цены на срок до 90 дней. Это право наступает, если какой-то конкретный продукт в течение 30 дней подорожал более чем на 30%. Минэкономразвитие планирует этот уровень снизить. Итак, если какой-то продукт подорожает в течение 60 дней более чем на 10%, то у государства появится право цену на него зафиксировать. Роспродсоюз считает этот механизм рискованным. Один из производителей продуктов питания признался коммерсанту, что колебание цен в диапазоне 10% это вообще стандартная ситуация. С учетом волатильности цен на сырье. То есть, например, если молоко подорожало с 22 рублей до 25 рублей, молоко-сырье, то рост цен на сливочное масло на 10% это вполне закономерное последствие. Под регулирование попадут различные виды мяса, свинина, говядина, а также рыба, молоко, крупы, чай, сахар, подсолнечное и сливочное масло, макароны и картофель. На этой неделе Госдума России в первом чтении приняла законопроект, который позволит фермерам строить дома на землях сельхозназначения. Однако сделать это глава фермерского хозяйства может с учетом ряда ограничений. Например, проживать в этом доме могут только члены его семьи, либо члены крестьянско-фермерского хозяйства. Общая площадь дома не должна превышать 600 квадратных метров, а площадь застройки должна быть не больше, чем 5% от общей площади участка. При этом в документе указывается, что в гражданском обороте фермерский дом следует судьбе земельного участка. То есть фермер не может продать землю и оставить себе дом, либо наоборот, продать дом, при этом оставить себе земельный участок. В законопроекте говорится, что данный документ позволит фермеру проживать в непосредственной близости с землями, которые он использует для сельхозпроизводства. Нам интересно ваше мнение. Стали бы вы строить дома на землях сельхозназначения? Насколько этот закон актуален для вас? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваш ответ. По традиции закончу выпуск позитивной новостью. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который позволит фермеру проще получить грант «Агростартап». Как вы знаете, при получении господдержки любой сельхозпроизводитель должен выполнить определенные условия. Например, создать новые рабочие места. Так вот, согласно новым требованиям, сельхозпроизводителю, который получает грант в размере до 2 миллионов рублей, не придется эти рабочие места создавать. Если же грант составит более 2 миллионов рублей, то тогда всего лишь одно рабочее место потребуется сделать. На этом выпуск наш завершен. Мы встретимся после Нового года. Отдыхайте, смотрите итоги года, которые мы специально для вас приготовили. Все видео собраны на нашем канале, а также на сайте agrobook.ru. Оставайтесь с нами и счастливее вам отметить праздники!